Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! ВЫШИПАТЕЛЬ КИТО КАВАДИЯ НЕ ТАК ДОПКО ПРЕДСТАВЛЯЕТ За петуха ответишь или вся мощь FN P90 Custom Ну вот признайся, ебутенький, ты ведь даже подумать не мог, что когда-нибудь FN P90 поднимется на такой уровень Есть такой капитан очевиден Да и вообще, кто мог об этом подумать? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Моркет, а также наш великолепный Кэм И вот настало время, когда за петухата можно и ответить В Warface вводят новое оружие за карточки под названием FN P90 Custom И вот тут, ребята, шутки-то уже заканчиваются FN P90 это традиционное оружие, которое в Warface прямо скажем не взлетело Обычная версия, а также версия зимняя, не выделялись ничем особенным Обычная была вообще весьма слабая А зимняя была, ну, плюс-минус ничего, но и ничего особенного И вот тут выкатывают нам FN P90 Custom Я, так знаете, скептически посмотрел Вроде бы ничего особенного при анонсе А вот когда зашел в игру Уже на уровне рассмотрения, так сказать, внешних атрибутов И ТТХ задумался А ведь вроде все не так плохо Кстати, по части ТТХ Как мы видим, здесь все весьма достойно Урон 82, это извините меня, вполне нагиб А при темпе-то 800 в минуту выстрелов Это уже заявочка на топ-5 как минимум Но самое сочное здесь, конечно, скрыто в ТТХ скрытых И, надо сказать, что множители здесь не подкачали Множитель в голове обеспечивает стабильный хэдшот на своих дистанциях И, кстати, должен заметить У данного пистолет-кулемета Помимо вполне годных ТТХ официальных, ТТХ скрытых Еще и два уникальных модуля Первый, это, конечно же, прицел И прицел очень хорош Это тот же примерно прицел, что мы видели на Хова Тайп 89 Он хорош, он приятен, удобен У него отличная кратность 1.3 Удобная, скажем так, чувствительность В общем, прицел реально топовый Но, помимо этого, здесь присутствует еще и глушитель Который, друзья, на секундочку не режет Совсем не режет урон Что само по себе очень круто А в совокупности с тем, что у данного пистолет-кулемета Не самое большое падение урона на дистанции А точнее, падение очень даже маленькое 2.7 за метр после своих 9 Мы имеем хороший, весьма годный ваншот в голову С этим глушителем И именно по этой самой причине Я играл только с ним И, кстати, об этом нисколько не жалею Хэдшоты летят сочненько Рачки гнутся Нагиб идет максимально качественный Никаких, сука, критических особо моментов Пендюрил? Убил нас! Все как в лучших домах Лондона и Парижа Это что выходит? Нам имбу за карточки подвезли? Ты знаешь, капитан очевидность Если не имбу То пушку, которая может потягаться с автоматическим топом инженера Это точно То есть вот АМ-17 и Крис Супер В Кастом Это те пушки, с которыми FN-P90 Кастом будет конкурировать Без шуток Сразу скажу, что на дистанции, да, он им иступит Но, понимаете, в Warface вообще вот эта дистанция Дистанция штурмовика Дистанция инженера Дистанция медика Это все так, сука, размыто И на практике очень часто дистанции-то очень небольшие Те самые дистанции, на которых FN-P90 Кастом будет ваншотить в голову Да И тут у него по сравнению с конкурентами То есть с АМ-кой и с Крисом Которые, да, они эффективнее дальше Они лучше пилят на дистанции, сносят головы, это все понятно Но вот как дело дойдет до таких реально рабочих инженерных дистанций Здесь FN-P90 раскрывается, сука Благодаря тому, что у него еще, помимо своих великолепных качеств Магазин на 60 патронов Ебануться так и гнуться Жирновато завезли Ну а если прямо отвечать Лучше он, чем Крисуля и АМ-17 Или все-таки нет? Капитан очевидность Если прямо, то я могу сказать так Если выбирать между Крисом, АМ-кой или FN-P90 То я думаю, на самом деле, даже мнения разделятся Я, например, мне больше всего нравится АМ-ка Из-за ее точности FN-P90 у него отдача не сложная Но ее как бы рандомит лево-вправо Вот так вот немножко трясет Из-за этого на больших дистанциях Будет иногда получаться СО-СО, как говорится А вот АМ-ка таких проблем полностью лишена Поэтому мой выбор, скорее всего, пойдет именно на нее Но это не значит, что FN-P90 хуже Вот серьезно В какой-то условный топ-3 или топ-5 он по-любому пишется Серьезно Это тот случай, когда разработчики Добавили за карточки Конкурентное С лучшим донатом игры Оружие И пахнет это все дело, конечно же, нерфом Капитан Очевидность Ты знаешь Ну, конечно, они могут Разработчики Мы его знаем Сейчас что-то придумываете Мы там подкорректировали Мы там сбалансировали Я вас прошу Ничего не делайте Не надо с FN-P90 ничего делать Я вас очень прошу Вот чисто по-нормальному Вот вы сейчас улучшили Улучшили интерфейс игры Сделали все так красочно, сочно Давайте продвигаться и в сторону именно фри-ту-плея Тоже вот так вот прямо такими семимильными шагами Улучшения Вы сейчас ввели Достойный пистолет-пулемет Один из лучших в игре за карточки Не надо его нерфить Не надо ни одной статы Ни одной единицы в ТТХ И в ТТХ скрыток Ничего не надо резать Оставьте его как он есть Он хороший Он нет Он не супер Он не лучший Он один из лучших То есть плюс-минус кому что больше понравится Но это достойное оружие Разработчики Я вам долго уже не раз говорил Что вот эта идея с карточками Это топ Это топовая идея Это тот компромисс Между фри-ту-плеем и пей-ту-вином Идя по которому Вы действительно Сможете Обратить На свою игру Внимание Потому что когда В 2020 Игрок сторонний Заходит в Warface Да в любую игру С подобной монетизацией Смотрит Да ни хрена себе блин Тут все имбы Все оружие за донат Крути короче И больше никак не получишь И говорит А нафиг мне это надо Пошла она в жопу эта игра Но сейчас Вы потихоньку Идете правильным путем Если вы будете Больше внимания Уделять Именно карточкам А не коробкам И именно Лучшее Или ну почти лучшее Конкурентное Оружие Водить туда То тогда Действительно В Warface сука Будет Грид агент Ну Будем надеяться Что они Твоему совету Последуют Вот 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 Я очень надеюсь Разработчики Что вы не будете Совершать Каких-то исторических ошибок Что вы действительно Послушаете меня Я думаю Это не только мое мнение Я думаю Что зрители в комментариях Вам скажут То же самое Карточки Это то За что надо зацепиться Это то Что скажем так Выведет Игру На новый уровень Вы сможете Пробить потолок Ну не важно Что потолок у нас Находится ниже уровня земли Ну хотя бы этот потолок вверх Вы пробьете И все будет нормально Разработчики ФНП-90 Пушка Топовая Офигенная И я надеюсь Что это новая планка Я надеюсь Что все дальнейшие пушки У всех подчеркиваю Классов Будут не хуже Чем этот пистолет Пулемет А вам дорогие зрители Могу сказать следующее Пушка классная Если будет возможность Собирать на нее карточки Как то там Где то получать их Выбивать В общем Ну у кого какие желания Кто хочет тратиться Кто не хочет Что то еще как то может получить Это стоит Это усилий стоит Это действительно Офигенное оружие Мало того что оно Конкурентно будет На РМ И с ним можно будет Творить чудеса И можно будет эйсы делать И с ним можно будет Однозначно Можно будет брать И первую лигу Вот это все Так помимо этого Эта пушка Она просто охрененна Для пабликов Если вы любите мясо Или штурм поиграть Это просто нагиб машина Офигенная пепеха С отличными ТТХ С вполне годным Ваншотом В голову С глушителем Который не режет урон При этом этот глушитель Действительно на нормальных Дистанциях Ваншоте Это все На 60 патронов Вообще сука Праздник в наш дом Пришел Но вообще Так или иначе Если вдруг данное видео Вам понравилось Ну по каким то причинам У нас голомчики там были Все как бы весело Туда сюда Ппх увели Достойная сука Может карточки Как бы станут Главной Категорией в Warface Кто знает Кто Ставьте лайки По желанию Как хотите Яйки чешите Это обязательно Ну пацаны скажи в курсе Яйцо почесал И ФН по 90 Просто к тебе выпадет за вход Ну а кто знает Мало ли Ступайте в нашу армию Нагибайте всех И мы Увидимся с вами Субтитры сделал DimaTorzok